Приветствую вас, Майя. Я даже не знаю, честно говоря, с чего начать свой ответ, потому что мне кажется, что прежде чем вообще что-либо делать, нужно выяснить далеко и полностью вашу точку зрения относительно того, что происходит. То есть вы боитесь потерять человека, которого вы называете любимым своим. Несмотря на то, что этот человек вас выгоняет, оскорбляет, унижает, вы боитесь потерять любимого человека и не задаете себе вопрос о том, а почему вы изначально хотели семью? Откуда у нас такое желание и потребность в семье? Почему, несмотря на то, что муж делает по отношению к маме, вы даже сами пишете, что к любому терпению, да, всему есть предел, вы сами это пишете. Так почему, если вы сами это пишете, что вот к чему есть предел, вы все равно хотите сохранить отношения, все равно хотите удержать человека рядом с собой? Почему так? Мне кажется, на это имеет смысл вам обратить свое внимание, потому что это противоречие и оно вам мешает. Это противоречие, оно не позволяет вам занимать четкую позицию, потому что если вам, к примеру, нужна семья, вот, то очевидно, что этого нужно делать все. Чтобы муж был доволен. Так. Вы не можете сделать так, чтобы ваш муж был доволен. Очевидно. Потому что, потому что, ну, вы пишете, что значит, он верит только в сестры. Означает ли для вас тот факт, что если человек верит только сестре и маме, то это не ваш любимый человек? Означает ли это для вас? О, в целом, в целом, как мне кажется, главное, проблема заключается в том, что вы нуждаетесь в семье и боитесь человека потерять так, как будто он некая вещь. Ну, или так, как будто он вам очень сильно нужен и важен, несмотря на все, что он сделает. А из-за этого всего у вас инсульт. Также мне кажется, что у вас есть некая проблема с самооценкой, потому что сложно иначе объяснить то, что вы вступаете в сексуальную связь с мужчиной, который, по сути, прямым текстом говорит вам о том, что вот еще немножко и вот два месяца и ты уедешь. То есть, по сути, вы позволяете собой пользоваться и удержать этого человека рядом с собой все равно. Вот почему так происходит, смотри, насколько вам нужны отношения, что вы боитесь, к примеру, одиночества? Я думаю, что готовы ради этого мириться вот с таким к себе отношением. Стоит ли оно того, мое? Вот это, на мой взгляд, тот вопрос, на который вам желательно найти ответ. Мне кажется, это тот вопрос, о котором вам в первую очередь нужно подумать, потому что это ваша жизнь. И, условно говоря, ребенок, ваш ребенок видит то, как вы себя ведете, он видит, как вы позволяете собой обращаться и так далее. И, конечно, обратить ваше внимание еще и на то, что вы не отделяете своей ответственностью в сорах конфликтах от ответственности своего мужчины. То есть, она у вас, как бы, такая общая ответственность. Но, на самом деле, есть ваша ответственность и есть ответственность вашего мужчины. И вот вы такое ощущение, что за свою ответственность, ну, извините за эту историю, не отвечаете, не видите, не чувствуете своей ответственности, ответственности. И это очень важно. Очень важно, чтобы вы чувствовали и ощущали наличие своей ответственности, чтобы вы чувствовали ее в прямом смысле этого слова. Таким образом, ответом на ваш вопрос будет являться не запрос, что делать, а ответом на ваш вопрос будет скорее Необходимость разобраться в вашей стратегии поведения и ваших ценностях, благодаря которым та ситуация, которую вы описываете, стала возможной. Ибо, ну, объективно, это вас. То есть, если у вас есть потребность в семье, то это, очевидно, речь идет о защищенности. Если вы переехали к человеку, то эта речь идет здесь о, скажем, ну, например, о непривязке вашей к тому, что вы делаете. То есть, возможно, отсутствие личностного смысла жизни. Это страх одиночества и, что вы боитесь потерять человека. Это страх одиночества. И, занесенная самооценка, потому что вы, несмотря на что, позволяете тяготить к мужчинам. Вот. Несмотря на то, что он, вот, ведется, да, по отношению к вам, вот. Вот так. Или так же. Просто подумайте вот о чем. Вы, допустим, сохраните отношения, но вы думаете, что его поведение по отношению к вам изменится? Если вы так считаете, то почему вы так считаете? Что наводит вас на, ну, что мотивирует вас так думать, что его позиция изменится? Почему вам кажется, что он не будет доверять, например, своим сестре и матери? Что указывает на это? Мне кажется, это достаточно важный момент. Если мы хотим, опять же, вашей ситуации полностью разобраться. Если вы хотите свои ситуации разобраться. Я уже не говорю о том, что своего ребенка вы подвергаете опасности и травме тем, что связываете свою жизнь с таким человеком, который вас принижает. То есть на самом деле, ключевой момент заключается в первых ваших словах, когда вы говорите о том, что вам нужна семья, ну, что вы хотите семью. По факту. По факту. Вот в этом и скрывается вся судьба. То есть то, что делать, чем возможно работать, это с потребностью в семье, которая у вас есть. Разбирать ее, смотреть. Вот. Анализировать. Анализировать. Исследовать. Вот. И дальше, я полагаю, уже будет, скажем так, несколько более понятно, как их и что вам делать. Вот, куда вам двигаться, двигаться. Хотя, на мой взгляд, вам нужна, ну, психотерапия. Вот. Потому что, пока все проблемы и личностные противоречия, которые я озвучил, не будут выявлены. Вот. Вот. В частности, глобально это страх одиночества. Вот. 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 То, вы будете в такой вот ситуации для себя крайне нежелательной. Вот. Вот. Опять же, да, это человек, у которого есть трудности. Вот. У него, вы говорите, три неудачных брака на плечах. Но вы настолько хотите семью, что вам на это все, ну, вам все равно. И опять же, нет ничего плохого в том, что вы хотите, но лучшим вариантом, лучшим вариантом для вас будет разобраться с этим. Просто разобраться с этим, разобраться с тем, откуда такое серьезное стремление к семье. Вот. Вот и все. Я полагаю. Вот. Вот. Примерно. Таким образом я бы ответил вам. Вот. Примерно. Такой я бы дал вам ответ. Исходя из вашего текста. Вот. Ваш мужчина, он, судя по всему склонен к такому доминированию. Соответственно, если вы не готовы полностью ему подчиняться, то, на мой взгляд, здесь стоит работать над обретением своей собственной психологической уверенности, независимости, ценности, ценности. Вот. И так далее. Но дальше все зависит от вас. Хотите ли вы этого или нет? Готовы ли вы работать в этом направлении или нет? Если готовы, то мы вам можем в этом помочь. Безусловно. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация успешно будет разрешена. Удачи. Удачи. Удачи.